Чтобы нарисовать контр-лестницу, можно сделать так. Можно взять квадрат. Вестижнем среднюю линию, а нижнее основание разделить на три равные части. И, соответственно, первый кусок графика будет вот здесь. Уже на расстоянии 1 треть вы все нарисовали. Дальше что делать? Берем крайние отрезки. Берем в каждом из этих прямоугольников, делаем ровно то же самое. Проводим среднюю линию, берем от нее третью часть и там рисуем. И у нас получились другие прямоугольники. Согласны? И в них делаем то же самое. Берем среднюю линию и там на средней третьей то же самое рисуем. И так далее, и так далее, и так далее. Получается совершенно замечательная линия. Это будет непрерывная кривая, которая соединяет между собой две противоположные вершины квадрата. Обратите внимание, мера вот этого множества отрезочков, то есть сумки, равна на самом деле единице. Объясняю почему. Потому что первый из этих отрезков это одна треть, и соответственно осталось две третьих. Дальше мы берем сколько? Мы берем две девятых. И осталось две третьих от двух третьих. Кстати, здесь даже легче считать сколько осталось. Потому что на следующем шаге останется что? Добавится у нас, конечно, четыре двадцать седьмых, но останется две третьих от двух третьих от двух третьих. Все понимают, что две третьих в степени n стремится к нулю при n стремящемся к бесконечности. Значит, сумма длин вот этих вот отрезочков действительно стремится к единице. То есть почти на всех точках наша функция ведет себя вот так вот. Обратите внимание, производная от этой функции равна нулю во всех точках вот этих вот горизонтальных отрезочков. Может отсутствовать производная только в точках, которые не вошли. Как называются точки, не вошедшие в эти отрезки? Нет, не выкрутые. У них есть название. Кантерово множество. Когда вы взяли отрезок, выбросили из него это, выбросили это, выбросили это, то то, что осталось, называется кантерово множество. Заметьте, пожалуйста, кантерово множество имеет меру ноль. Понятно? То есть его можно покрыть при помощи системы интервалов сколь угодно малой длины. Между прочим, господа, сейчас мы подошли к понятию, которое в математике в высшей степени важно. По-настоящему его важность была понята в начале 20 века математиком по фамилии Лебег. Соответственно, всю науку, все эти направления с тех времен называют интеграл Лебега. И меру множества, которую он придумал, называют мерой Лебега. Л-Е-Б-Е-Г. Это очень важная штука. Мы с вами обязательно все выучим. И давайте сформулируем сначала не что такое мера Лебега, а что такое множество имеет меру Лебега ноль. Топление настолько важно, что я его просто запишу аккуратно на доску. М. Множество мерой ноль. Множество мерой ноль. Если для любого эфисера больше нуля существуют такие интервалы Давайте их обозначим И один, и два, и три Вот, ребята, гениальность Лебега состояла в том, что он в этом месте поставил много тучей Есть аналогичное понятие Мира Жордана Когда здесь стоит конечный набор мужества Как выяснилось, этим понятием гораздо сложнее оперировать И оно гораздо реже для математики интересно Так вот, если существуют такие интервалы Что? М содержится в их объединении И при этом сумма длин меньше эпсилон Если множество, можно, что называется, закидать салфетками Ну, может быть, кто-нибудь из вас, не знаю, в столовую заходил Там бывает иногда, посетителям дают салфетки Да? Если вы взяли тарелку супа и разлили на стол То что положено сделать? Взять салфетки и все закрыть Согласны? Ну, хорошо, ну, что-нибудь такое менее свинюшное Сейчас придумаю Вообще, ребята Если у вас где-нибудь возникло что-нибудь плохое То надо взять и какими-нибудь красивыми ковриками, салфетками Это все прекратить Так вот, множество меры ноль Это совершенно замечательное множество Если у вас образовалось множество грязи меры ноль То оказывается, что салфеток вам надо купить очень мало А что вообще значит множество меры ноль? А вот это написано Алиса, умение читать – одно из важнейших в жизни Еще раз Множество меры ноль В том и только в том случае Если его можно покрыть системой интервалов С сколь угодно маленькой общей суммы дни То есть заказываешь, скажем, одну миллиардную Отлично Нарезаешь интервальчики Чтобы у них сумма длин была меньше этой самой одной миллиардной И этими интервалами все закрыл Вот типичнейший пример Это Кантерово множество Все точки, которые остаются от отрезка Если сначала выкинешь его среднюю треть Потом выкинешь средние трети двух частей, которые остались Кстати, про троичную систему счисления Кто-нибудь знает? Да Замечательно Скажите, пожалуйста, как в троичной системе Выглядят числа, которые в средней трети Каким свойством обладает У них на конце Даловая единица Последнее число Чушь Во-первых, не число, а цифра Повторяю вопрос Если есть отрезок длины один Мы из него выбрасываем его среднюю треть Как это сформулировать в терминах троичной системы счисления? Любое число имеет запись или имеет троичную запись А десятичная запись А десятичная это ни при чем Это троичная важность Вы выбрасываете среднюю треть Что значит выбрасывать? Как это записываем? Потому что мы выбрасываем что-то Что вообще значит? Скажите, мы выбрасываем То есть троичную систему на самом-то деле никто не помнит Понимаете? Что такое запись числа в троичной системе? Первая цифра единица? А? Первая цифра единица? Первая цифра будет как раз не единица Цифра до запятой будет не единица До запятой будет как раз ноль Вы хотели сказать про первую цифру после запятой? Да? Итак, первая цифра после запятой какая? Единица 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 Молодец, почему? Речь идет о том, что у нас любое число имеет единственную запись в троичной системе счисления Единственную за маленьким исключением Если, скажем, взять ноль, два, 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 два Так, господа, скажите, вы вообще понимаете, что такое троичная запись? Да Как? Как узнать знаки троичной записи? Вот у вас на отрезке имеется... Вот у вас есть отрезок 0,1 На нем имеется некоторая точка Как узнать первый знак после запятой? Посмотреть в какой трети он лежит Посмотреть в какой трети он лежит То есть что надо сделать? Вот если у нас есть некоторая точечка, то надо разбить отрезок на три равные части Так? Ну, я не знаю, это примерно так будет И в данном случае здесь будет ноль Первая цифра после запятой Один Здесь будет что? Два Значит, вот у этого числа что у нас идет? Два После этого надо здесь разбить что? На три части Здесь будет ноль Еще разбить на три части будет ноль Ну и там дальше В какой-то момент оно попадет в нужную часть То есть когда вы идете в десятичной записи То вы каждый раз делитесь от нуля до девяти Когда вы идете в троичной записи От нуля до двух Ну, Аня произнесла разумные слова Какие слова у нее были? Что это Это когда первый знак после запятой Единица Отлично Может, вы мне скажете, что это за число? Ноль Один Первый знак это ноль А второй Единица А это что такое за число? Один Двойка, а потом Единица Скажите, пожалуйста А когда мы все эти интервалечки выбрасываем Это мы на самом деле выбрасываем какие числа? Встречающие Единицы Нет, неправда Нет Встречается Молодец В записи Встречается Хотя бы одна единица То есть, если в записи числа есть первая единица Мы его сразу выбросим Если во втором знаке после запятой То мы его выбросим на следующем шаге Если в третьем знаке То мы его выбросим на третьем шаге нашей конструкции И так далее, и так далее Соответственно Какие числа Останутся невыброшенными? Двойками Которые можно записать Нулями и двойками Согласны? Да Отлично Не знал, что мы так застряли на этой штуке Давайте-ка мы с вами Какое множество у меня А? Я не привезу Кантерово множество Как я вам только что объяснил Это множество меры ноль То есть, я так пишу специально для листа Кантерово множество Кантерово множество Тире Это те числа Отрезка 0,1 Которые Можно В двоичной системе В троичной В троичной системе Записать Чем записать? Только Цифрами 0 и 2 То есть, мы выбрасываем все числа В записи которых есть единица Почему у этого множество меры ноль? Ну, да Жалко, что вы это не поняли, потому что это было доказано Давайте вспоминать Первый этап конструкции Мы из отрезка 0,1 выбросили среднюю часть Я говорил, сколько останется Останется две третьих Ну да Понятно, что чуть-чуть увеличив, можно эти отрезки превратить в интервальчики От этого их длины могут быть увеличены совсем на чуть-чуть Секунду Вы же не дослушали? Вы же выключаетесь До того У вас вопрос возникает прежде, чем вам что-то скажут Второй этап конструкции Мы выбросили из каждого из этих отрезочков по 1,3 И остались 4 отрезка И сумма длин оставшихся Давайте я еще раз нарисую Значит, вот он, отрезок 0,1 Вот из него выбросили средний интервал Обратите внимание, в конце этого интервала не выбросили Почему их не выбросили, интересно? Потому что вот эта точка, она, знаете, какая замечательная Ее можно двумя способами записать в троечной системе Один способ такой 0,100 до бесконечности А другой способ 0,022 до бесконечности Поэтому, когда я здесь написал слово «можно», это была непридурь Именно «можно» записать Может быть, это можно записать и с использованием единицы, но это нас не интересует Мы оставляем в Кантеровом множестве все числа, которые удается хоть как-нибудь записать с использованием только нулей и двойка Значит, итак, выбросили сначала интервал Вот, Алиса, понимаете ли вы, что 1-1,3 – это 2,3? Да Вот это фундаментальная вещь Это я понимаю Отлично Тогда у нас есть шансы договориться Значит, остались два отрезка Каждой длиной по 1-1,3 Да Отлично, сколько будет 1,3 плюс 1,3? 2,3 Ну, почти у цели А вот теперь, значит, важнейшее упражнение Надо суметь из каждого из них выбросить его внутреннюю третье И понять, сколько останется Ну, поняла или нет? Что бывает, когда у тебя сначала отняли третью часть того, что у тебя было, а потом отняли еще третью часть? У вас была сумма денег, у вас отняли третью Потом от оставшегося еще раз прибежали 4,9, я понимаю Слава Богу Нет Гравить-то гравить Из каждого из оставшихся вырезали еще по 1,3 Сколько останется после этого? 8,27 Способны ли вы сделать гигантское обобщение? Понять, что будет на n-ом шаре Молодец 2,3 в степени n То, что это стремится к нулю, вы понимаете? Кстати, почему это стремится к нулю? Потому что 3,2 в степени n стремится куда? К бесконечности А почему это стремится к бесконечности? Потому что это 1 плюс 1,2 в степени n А по формуле бином ньютона это больше или равно чем 1,2 в степени n Согласны? Вот Все остальные члены, если вы отбросите, то уже вот этого хватит, чтобы к бесконечности стремиться Замечательно! Вдумайтесь, что это означает Какое бы маленькое число вы не взяли Вот представьте, у вас хватило там на 1 миллиардную этих самых, да, салфеточек Вы можете разрезать эти ваши салфетки И распределить, и заткнуть все эти вот оставшиеся И получится, что Кантерово множество им все равно будет закрыто То есть, оно маленькое На самом деле, математики очень часто говорят Мера 0, мера 0, мера 0 То есть, пренебрегаем чем-то Вот мера 0, это множество, которым можно пренебречь Между прочим, обратите внимание Множество рациональных чисел отрезка 0,1 Какая у него мера? 0 Понятно почему? Смотрите, берем ε Рациональные числа, множество счетное? Берешь первое рациональное число, покрываешь его интервальчиком ε4 Длины А чтобы сумма была меньше ε Второе рациональное число Представьте себе, что мы рациональное число выкостили через запятую То, что оно счетное, надеюсь, вы все-таки четко помните Значит, первое из них покрыли интервальчиком длины меньше чем ε Длины ε делить на 4 Второе в вашем списке покрыли интервальчиком длины ε делить на 8 Третье ε делить на 16 ε делить на 32 И так до бесконечности Что у нас в результате получится? Сумма интервалов, сумма их равна ε пополам Ну, ряд 1,2 плюс 1,4 Это единица Соответственно, если начешь с 1,4 Сумма будет 1,2 Мы получили потрясающую вещь Множество рациональных чисел Оно всюду плотное на 3,0,1 Ну, сколько года близко к любой точке есть рациональное А в то же время оно мере 0 Между прочим, вот это множество, оно нигде не плотно Что такое нигде не плотно? Все понимают? Нет Около любой точки есть целый интервальчик, который нашему множеству не принадлежит Дело в том, что вот этот процесс Что такое около? Когда берешь любую точку, то берешь любую ее окрестность То найдется в этой окрестности целый интервалчик, который не принадлежит нашему множеству Ну, потому что мы прореживали, да? Замечательно А теперь вопрос Какая мощность контролного множества? Контитуру Объясняю почему Потому что на первом месте стоит 0 или 2 после запятой Потом стоит 0 или 2 0 или 2 А вы понимаете, что когда вы в двоичной системе записываете вещественные числа То там у вас 0 или 1, 0 или 1, 0 или 1 С точки зрения мощности это то же самое Что писать 0 или 2 каждый раз То есть, когда вы делаете каждый раз развилку в две стороны В одном случае вы делаете развилку 0 или 1, когда в двоичной системе пишете А здесь вы пишете 0 или 2 Ну, какая разница? С точки зрения мощности то же самое Согласны? Значит, контролного множества замечательно тем, что они мощность и континул Поломайн Ссылка из сайта